С завершением праздниц в 160-летие Махачкалы явился салют на центральной площади. Однако после на центральных улицах образовалась кипа мусора. Почему мы не знаем свои обязанности, не ценим труд других людей и ссорим у себя дома, задавалась вопросом наш корреспондент Ума Ибрагимова. Мнение горожан в следующем сюжете. Махачкала – город, в котором большое количество национальностей и народностей, с благоприятными природными условиями. Здесь есть горы, есть море. Так чего же не хватает в Махачкале? Давайте узнаем. Как в других республиках, молодежь, если будет, то обеспечивается работа. Тогда будет все хорошо. У нас нету как-то таких санаторий, куда можно приезжать. Есть частные санатории, правда. А таких, как сказать, элитных санаторий у нас нет, куда можно приезжать. Городу не хватает, парков много, нормальное архитектурное строение. Кругом грязь, бардак, мусор. Такого еще не было никогда. Не хватает воспитания людям. В плане? В плане отношения к природе, к животным, ко всему. Часто вижу мусор, где мы сидим. Большинство опрошенных считают, что основная проблема столицы в людях, которые безразличны к ее экологии. И лишь единицы считают, что минуса в нашем городе нет. Совсем недавно, а именно в минувшее воскресенье, здесь, на центральной площади столицы, отметили юбилей города. Центральные улицы также были перекрыты и празднично оформлены. Но даже в юбилее города были возмущенные люди. Ведь пробки образовались не только на проезжей части, но и у металлоискателей. Все познается в сравнении. Я был на юбилее на дне города в Волгограде и Листе. Мне там больше понравилось. В машине время ходить невозможно. Странно, свои права мы знаем, а об обязанностях забываем. Словно пробки и очереди на таких мероприятиях есть только в нашей республике. Нам нужны парки, нам нужны скверы, нам нужна чистота. Мы говорим об этом ежедневно, но что же мы сами делаем для этого порядка? Да. Юбилей закончился. А что же осталось? А остался мусор. Друзья, я так понял, день города хорошо прошел, да? Вся Ленина в мусоре. Грязь везде. Что это такое, друзья? Надо же как-то аккуратнее. Вот это что такое? Вот оно наше воспитание, патриотизм и любовь к родному городу. Мы можем бесконечно требовать порядка и чистоты, критиковать и давать советы другим. Но если мы хотим порядка и перемен в городе, нужно начать с себя. Если мы так будем вести себя, смотри, какой грязный вообще. Это уборка центральных улиц, это не значит чистота у нас. Антисанитария кругом. Продолжение следует. Продолжение следует.